Анонс первой по восьмой серии сериала «Вирус». В первой серии в подмосковном городке Грибове убивают лучшего местного опера Леонида Семенова. Костю, капитана полиции из Москвы, отправляет помочь местным операм разобраться в этом деле. Он узнает, что убитому несколько раз угрожал рецидивист Джиган, труп которого вскоре находят на железнодорожных путях. Во второй серии Лариса рассказывает о больном и странных симптомах его болезни своему мужу, врачу-эпидемиологу Игорю Дробышу. Одному из врачей, контактировавших с гастарбайтером, становится плохо. Чиновник из Минздрава Валентин Игнатов решает привлечь Дробыша к борьбе с таинственным вирусом убийцы. В третьей серии, узнав, что погибший гастарбайтер незадолго до смерти работал в Грибове, Дробышу предлагают возглавить группу по борьбе с его распространением. Он соглашается и отправляется в Грибов. В четвертой серии тем временем в Грибове умирает еще несколько человек. Костя с напарником попадают в больницу с подозрением на заражение. Слухи о распространяющейся чуме будоражат город. В пятой серии в Грибове от вируса продолжают умирать люди. На съемочную группу Марины нападают местные хулиганы и разбивают камеру. Члены съемочная группа попадают в больницу. Дробыш находит Марин и просит ее уехать. В шестой серии Минздрав тем временем ведет переговоры с бизнесменом Макогоном о приобретении голландской вакцины. Дробыш высказывает предположение, что вирус появился искусственно. У Кости возникает конфликт с соседом по палате, бандитом-щербаком. В седьмой серии Марина высказывает Дробышу все свои обиды и требует, чтобы он отпустил ее из больницы. Но он не может. Марин заржена. Костя продолжает расследование и выясняет преступную связь между сжиганом и щербаком. Восьмой серии. Тем временем неизвестные похищают Дину и Костю. Они оказываются в заложниках у Макогона, который шантажирует Дробыш жизнью его дочери и требует подтвердить эффективность вакцины. Умирающая Марина записывает разоблачительный репортаж. Посмотреть с первой по восьмой серии сериала «Вирус» вы сможете уже 9 и 10 июня на телеканале НТВ.